Доброго времени суток! Мы продолжаем рассказывать вам интересные примеры жизни опытных садоводов. Как правило, большинство дач принадлежит людям, для которых копаться в земле в удовольствие. Работа дает возможность размяться и сбросить напряжение. А уж как радует выращенный своими руками урожай, к примеру, выращивание актинидии. Эта замечательная многолетняя древесная лиана порадует не только красивой густой нежно-зеленой листвой, но и оригинальными плодами, очень вкусными кисло-сладкими с ананасовым запахом. Внешне они напоминают маленькие киви. Как и зло с винограда, из актинидии можно вырастить целую зеленую ширму для сокрытия от взора неприглядных сооружений на участке. Вот только стоит предупредить, те, кто хочет вырастить на своем участке актинидию, кошки с непередаваемым удовольствием поедают как стебель, так и корни этого растения. Сейчас в наших магазинах в любое время года можно приобрести любой фрукт и овощи. И в том числе мы зимой усиленно приобретаем актинидию киви. Она доступна в цене. А вот здесь у меня тоже актинидия коломикта. Уже мы можем ягоды этой культуры потреблять в своем саду. Она чемпион в содержании аскорбиновой кислоты, витамины С. До 9 тысяч миллиграмм процентов. А нам в сутки надо около 50 миллиграмм. Значит, две ягодки, вот актинидия, она не такая крупная, как киви, ну, как крыжовник, в сутки достаточно, чтобы потребность витамина С. Вот сейчас самое благодатное время. Она цветет. Здесь на 4-5 женских растений обязательно надо мужское растение, она двудомная. Есть растения с функциональными женскими цветками. Женские цветки обычно одиночные. И вот здесь будут у нас прекрасные ягодки. Единственный недостаток у нее, какой я считаю, это неодновременное созревание. Она созревает неодновременно, осыпается. Обычно под растение посылаем какой-нибудь полок и собираем эти ягоды. Но изумительный аромат ананаса, вкусное, изумительное варенье, вяленое, актинидия чудесная. И я знаю садоводы, у которых огромные плантации, они ее не знают. Что с ней делать? Актинидию легко размножать. Можно семенами, но и семян будут и мужские, и женские растения. Можно и черенками. Вот этим зелеными черенками, ее немного попозже, в конце июня, можно размножать. Другое, не менее полезное растение, которое обязательно должно быть у каждого садовода, это жимолость. В нашем регионе жимолость не пользуется большим успехом среди садоводов. А зря. Полезных свойств этой синеватой, продолговатой ягодки не перечесть. И те, кто хорошо знаком с жимолостью, любят ее не только за необычные вкусовые качества, но прежде всего за те чудотворные свойства, которые она оказывает на организм. Давайте и мы познакомимся с этим природным кладезем поближе. Самая ранняя, самая зимостойкая культура, и, к сожалению, еще мало встречающаяся в наших садах, это жимолость съедобная. Все мы знаем декоративную жимолость. Сейчас я вам ее покажу. А это вот жимолость съедобная. Синяя ягодка, некрупная. Много у нее сортов сейчас. Есть и покрупнее. Это вот сорт голубой вертяно. Она на 10-15 дней раньше земляники созревает. Она выдерживает морозы до 7 градусов. И когда урожай других ягод у нас есть, нет, жимолость съедобная у нас уже есть. Вот видите, ягодка через неделю, это какого-то 3 июня. Она уже, даже не 3 июня, эти ягоды уже даже раньше. И поэтому два кустика жимолости посадить в саду надо. А где же взять ее саженцы? К сожалению, саженцев ее еще мало. Так вот, надо сейчас, или даже немножко раньше, срезать веточку жимолости. Вот срезать с куста веточку жимолости. Убрать нижние листья. 2-3 междоузлия. И посадить в череночник для зеленого черенкования. И мы получим, если будем поливать регулярно, или у нас капельное орошение, дождевание, мы получим уже саженец. К осени у нас будет свой кустик жимолости съедок. Два их, да, обязательно? Ну, два сорта надо. Два сорта. Все сорта, все породы дают лучший урожай, если их несколько сортов. И вот жимолость, два кустика, можно лучше желательно разных сортов иметь. Вот тут у меня на груши сортов 10. Вон, видите, ветки разные. И поэтому опыление у меня тут всегда идеальное. Многие выращивают бадан, толстолистный, на своих участках. Просто для красоты. Конечно, это растение красиво. Из куста широких листьев поднимается высокая стрелка, несущая большие сиреневые соцветия метелки. Но мало кто знает, что из листьев бадана получается прекрасный чай, который называют еще алтайским. Весной его стебель очищают от старых и прошлогодних почерневших листьев, чтобы они не портили красивый вид растения. Если бы люди знали, какого ценного сырья они лишаются. Огромный такой цветонос. И цветет очень рано. Сейчас уже ничего этого нет. Декоративное. И на бордюре можно везде посадить его, где угодно. И потом вот великолепный чай из этих отмерзших листьев. Очень полезный бадан. Во-первых, декоративный. У него, посмотрите, какие мощные, красивые листья. Он, конечно, и в полутени растет, но развивает вот тут вот мощную листву. Вот здесь у нас северная сторона. Но цветет не очень хорошо. Цветоносый не очень. А вот на светлом месте он уже отцвел. Замечательный. Эти прошлогодние листья, они все сухие. Их отмывают, сушат, измельчают. И, пожалуйста, в состав девецких чаев входит вот этот вот бадан. Замечательное растение. И оно должно быть в каждом саду, конечно. Оно декоративное, замечательное. Чем дальше лето вступает в свои права, тем больше в садах и огородах цветущих растений. Мимо иного участка не пройдешь, чтобы не остановиться и не полюбоваться прекрасными клумбами. Тут и розы, и георгины, и пионы, и ирисы. Все благоухает и пышет яркими красками. Словно радугу опрокинули на землю. Особое место среди этой благоухающей красоты занимает децентра. Хоть и просты на вид эти небольшие нежно-розовые сердечки, но вряд ли оставит кого-то равнодушным. В любом саду, я считаю, должна быть децентра. Ее много очень сортов. И здесь вот розовое. Децентра разбитое сердце. У нее цветочки действительно сердцевидные, похожие на сердце. Она очень рано отрастает. И вот сейчас уже отцветает. Вот к июню, в июне, в начале июня она отцветает. Здесь вот на солнышке она уже цветает раньше. Немного в тени она цветет подольше. Она может быть белая, голубая. Много ее очень сортов замечательных. Сейчас после цветения она начнет отмирать. И, конечно, декоративность вашего цветника будет немного хуже. Но можно тут посадить какие-то летники, астры высокие, цинии. И закрыть ее. К осени вся надземная часть отмирает. И неплохо ее прикрыть, если открытый участок перегноем обязательно. И это вот все уберем. Она тоже легко размножается черенками. Ее тоже можно... Я вот вырастила это из черенков сама. Вот такие черенки. Нижний срез под почкой. И все. И сажаем ее в череночник. Надо, чтобы высокая влажность была. Рекомендуется вот эти отцветающие цветки убирать. И тогда цветение ее продлится. Ну, ненамного она продлится. Отцветающие цветки у всех надо убирать. И у тюльпанов, и у гладиолусов. Ненамного продлится, но, тем не менее, радует глаз. Вот такая композиция децентра. Вырастить зеленые саженцы самостоятельно значительно лучше, чем покупатель в питомнике или на базаре по нескольким причинам. И самое главное состоит в том, что при помощи черенков вы за один год можете вырастить и 20, и даже 100 кустов. И для этого необязательно строить парники. Июнь – очень хорошее время для размножения растений не только прививками, но и черенками. Зелеными черенками. Зеленый черенок – это прирост текущего года. Два-три междоузлия. И вот этим способом вы можете размножать и актинидию, и жимолость, и розы. Особенно хорошо укореняются палеантовые розы, вьющиеся розы. И главное условие, чтобы была постоянная пленка воды на листьях. Ну, есть очень много сейчас, много сценарных теплиц с дождеванием, где автоматически включается. А садовод-любитель этого не имеет. Он всяким подручным средством. Можно парничок укрытый пленкой. Можно вот элементарное колесо, которых у нас немерено валяется кругом. Я вот последние годы использую такую шину. Там внутри вырезана емкость, куда наливаем воду и грунт готовим. Обязательно должен быть дренаж, торф с песком и верхний слой, желательно песок. Вот у меня здесь был в прошлом году череночник. Вот здесь осталась еще одна жимолость даже укорененная. Жимолость съедобная, которую мы сейчас смотрели. И гейхера тут у меня на постоянное прижимание. Вот у черенка мы убираем листовые пластинки, чтобы меньше была поверхность испарения. Вот такой вот черенок, готовый для посадки. И мы сажаем их очень густо. 5 сантиметров, 3 сантиметра один от другого. И сейчас, в начале июня, можно посадить этот черенок, полить предварительно, налить в эту емкость воды, 2-3 сантиметра заглубить в тот грунт или песок, или заглубить и укрыть пленкой. В этом случае каждый день бегать, поливать не нужно. Вода, пленка плотно затягивает все. Вода здесь испаряется и капает на этот наш черенок. И, конечно, для гарантии мы иногда опрыскиваем, но все-таки выход здесь не будет стопроцентный. Но все-таки можно укоренять. Можно укоренять в таком черенке, в таком череночнике и хвойные растения. Вот у меня можжевельник. Я беру хвоинки с пяткой, отрываю вот с пяткой и точно так же сажаю. Хорошо укореняют цитуи и можжевельники. Надо было, конечно, немного пораньше их весной, но небольшой процент укоренений может быть и сейчас. Вот мы тоже сажаем сюда эти черенки. обильно поливаем. И лучший субстрат – это торф с перегноем. Можно любые растения. Вот жасмин у меня укоренялся прекрасно, крыжовник, смородин, облепиху. Вот даже можно попробовать и гортензию древовидную также укоренить. Ну, это уж слишком травянистые растения. Черенки желательно, чтобы были полуодревеснившие. Вот такой черенок тоже сажаем здесь. Но я предварительно эту гейхеру отсюда уберу. Эти можжевельники, которые мешают, тоже уберу. И можно... Налью сюда водички, черенок будет действенный у меня. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Те, кто уже давно имеют свои собственные несколько соток, знают много хитростей и секретов по выращиванию овощей и ягод и уходу и сбору урожая. Садоводов, имеющих в запасе такую копилку мудрости и желающих поделиться опытом, с радостью ждем по адресу город Ульяновск, улица Спасская, дом 10, а также телефон 44 10 78. А наша передача подошла к концу. Желаю вам хорошего настроения и плодотворной работы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok